Мы на набережной Марина Пророменад, рядом с театром Эспланада. Здесь просто обалденный вид. Камера, я уверен, не передает и 1% от того, что здесь можно наблюдать. Здесь находится театр под открытым небом. Сейчас мы пойдем смотреть, что это такое. Это железный дуриан, в котором проходят какие-то бесплатные движухи каждый день. Концерты и еще что-то. Однозначно, сюда надо приходить в первые же дни. Мы пришли сюда далеко не в первый день. Очень шикарное место. С набережной также можно наблюдать шоу, проводимое отелем Marina Bay Sands. Каждый вечер расписание смотрите на их сайте. Вот, конечно, тут мало что видно. Единственное, прожекторы в небо светят и все. Лучше смотреть с той стороны, со стороны Marina Bay. Мирлайн, символ Сингапура. Находится на набережной, недалеко от Эспланады. Нужно пройти по мостику. И вот он. Мы сейчас на Синтузе дошли пешочком до села Сапоинт. Можно доехать на трамвайчике, но там, так как сегодня воскресенье, очень длинная очередь. Вот, тут находится такая башенка, на которой можно подняться бесплатно и пройтись по Skywalk. Сейчас мы поднимемся. Да, ну а дальше находится Силос. Вот такая вот дорожка подвесная. Ну, можно сесть и проверить. Да. Мы пришли на форт Силоса. Работа с 10 до 6. По обещаниям, какая-то крепость небольшая. Форт Силоса представляет из себя две пушки, две комнаты. Одна под землей, вторая над землей. И, в общем-то, все. Мы приехали на Палаван Бич. И тут есть вот такой вот подвесной мостик, который ведет на самую южную точку Азии. Вот, туда же написано, самая южная точка континентальной Азии. Ну, и вот она, самая южная точка. Вот мы поднялись наверх, на смотровую площадку. Вот он, тот мостик, по которому мы пришли. Довольно узкие шатки. Так, забавное развлечение. Вот тут две такие башенки стоят. С них можно наблюдать не очень чистое море и, ну, более-менее чистые пляжи. Мы снова пришли на Crane Dance. Это на набережной Синтозе. Справа от пешеходной переправы до Синтозе. КОНЕЦ А сегодня мы зашли в китайский квартал и решили пройти по храмам. Вот это храм Зуба Будды. Внешне он стоит на перекрестке, его сложно даже увидеть. А внутри он вот такой шикарный. Можно обратить внимание, что все Будды на стенах разные.